Какой русский не любит быстрой езды? Анатолий Спиридонов не исключение. Всего за полгода его штрафы за превышение скорости и другие нарушения перевалили сумму в 10 тысяч рублей. Вот только оплачивать долг мужчина не спешил. До сегодняшнего дня, по словам Анатолия, он и не догадывался о долге. По указанному в паспорте адресу не проживает, квитанции не получал. Прозрел только после того, как попал в ДТП. Поскольку спровоцировал его сам, сотрудники ГИБДД проверили его по базе. А тут такой сюрприз. В отношении у вас сейчас будет составлен протокол по статье 20.25. Это неуплата административных штрафов в отведенном государственном сроке. Административный штраф должен быть оплачен лицом, привлеченным к административной ответственности в течение 60 дней со дня вступления в законную силу подстановления административных правонарушений. Затем, как должники платят по счетам, следят и судебные приставы, которые с этого года могут временно лишать неплательщиков водительский прав до полного или частичного погашения долга. Анатолий Спиридонов на себе новшество уже прочувствовал. Судебные приставы вносят в постановление о временном ограничении на пользование должником специальным правом, под которым понимается приостановление действия управления любых автотранспортных средств. Данная статья применяется в отношении тех должников, у которых имеются неоплаченные постановления по делам об административных правонарушениях. В совокупности по исполнительным документам сумма долга должна превышать более 10 тысяч рублей. Принудительная мера касается и безответственных родителей. Тем, кто не платит детям алименты, также придется ходить пешком. Это не касается лишь инвалидов и тех, у кого автомобиль является единственным средством заработка. Кроме того, должник может обратиться в суд для предоставления рассрочки. Павел Бульмаков, Константин Головин. События.